Первый тур выборов в Турции прошел 14 мая. Тогда Эрдоган набрал менее 50% голосов. Его соперник, лидер оппозиции Кемаль Кылыч Дараглу, переломить ситуацию между турами не смог. И второй тур завершился победой действующего президента. Для победы кандидат должен был получить большинство голосов. Эрдоган набрал более 52%, обогнав соперника на 4. На протяжении всего времени он выступал в качестве безусловного лидера. Можно говорить о том, что первый тур голосования также указал на то, что он, скорее всего, победит на выборах, поскольку даже в первом туре у него был существенный перевес голосов. 52% голосов, отданных за него в втором туре, они свидетельствуют, конечно, о высокой степени доверия турецких граждан к своему действующему президенту. За новый президентский срок Эрдоган обещал народу Турции многократное снижение уровня инфляции, которая в 2022 году стала выше 64%, поддержание ежегодного темпа роста экономики на уровне 5,5% и достижение ВВП в 1,5 трлн долларов, а также снижение уровня безработицы, достигшей в 2022 году 10,4% до 7%. Предвыборная кампания Эрдогана проходила под лозунгом активных дискуссий о реформах, ключевым вопросом из которых стало положение Турции после масштабного землетрясения. Эрдоган предлагает комплексную программу восстановления разрушенного потенциала, в том числе имеется обширная жилищная программа строительства, строительство различного рода социальных, промышленных объектов. Таким образом, окончательное преодоление последствий землетрясения – это одна из ключевых задач в программе Эрдогана. Что касается внешней политики, то Эрдоган неоднократно указывал, что выступает сторонником сбалансированной политики и не отказывается от контактов как с Западом, так и с Россией. Такая многовекторная политика выгнана для России в условиях санкционной политики. Перспективы развития взаимоотношений двух стран проявляются в крупных совместных проектах. Среди них создание газового хаба на территории Турции, благодаря которому Российская Федерация сможет поставлять газ в различные регионы через турецкую территорию. И уже работающий совместный проект строительства и реализации атомной электростанции «Аккую». О том, что Россию вполне устраивает переизбрание Эрдогана на очередной срок, мы можем судить по заявлениям руководства нашей страны. Но, в частности, мы уже сейчас можем сказать, что президент России поздравил Раджеп Эрдогана с избранием на очередной срок. При этом было подчеркнуто, что политика Турции, она для России является очень положительной. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что победа Раджеп Эрдогана вполне вписывается в интересы Российской Федерации, и сотрудничество между странами при действующем президенте Турции должно быть реализовано в полном масштабе. Элина Александрова, Калина Саяхова, Универ Ньюс.